привет с вами друзья и гости канала всем огромный привет сегодня 25 июля а это значит что вчера у нас был парад победы с опозданием посвященном великой отечественной войне точнее победы ну и про нее я скажу вам чуть позже но сейчас мы с вами давайте посмотрим что же интересно у нас произошло в сочи и кто скажет что может произойти за выходные да нет ребята есть и есть много чего интересного и так знаете что интересное первое что в сочи у нас в час час сейчас 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 с секундам самое интересное что отдыхающие купивших короче на отдых его туристы в Сочи. Сейчас массово сдают вот эти вот путевки, которые они купили в санатории и отказываются в пользу гостевых домов, квартир и так далее. Вот сейчас, например, первый раз за три года я сейчас звонил своему другу, который занимается сдачей квартир в аренду там в Посейдоне и так далее. Первый раз в жизни заполнено все на 100%. Благодаря тому, что Роспотребнадзор делает все для того, чтобы убить бизнес, в том числе и туристический с их 130 поправками и тому подобное, люди массово отказываются от отелей и в свою очередь предпочитают просто прилететь, но уже отдохнуть на квартирах и так далее. Поэтому, конечно же, это не есть хорошо, это очень сильно удаляет по экономике. Почему очень сильно удаляет по экономике, кто-то из вас спросит. Ну, ребят, потому что все отели работают официально и платят налоги и так далее. Понимаете? Ну, они красавцы. Большинство пенсионеров, большинство полицейских, большинство учителей, они благодаря этим средствам, которые поступают в бюджет вот именно с этих отелей, они здесь и существуют. Другое дело, что квартиры, которые сдают частники, ашотики и тому подобное, которые в 99% случаях не оплачивают никакой налог, ничего, никак это не официально не регистрируют, ничего. Поэтому, например, когда вы приезжаете и останавливаетесь в отеле, вы точно можете быть уверены на 100%, что, благодаря тому, что вы приехали отдохнуть, какой-то пенсионер получит пенсию и так далее. А когда вы приезжаете и отдыхаете, снимаете квартиру, я говорю, все работают в черную и все. Поэтому все, что сделает сейчас Роспотребнадзор, я считаю, что это враги народа и, как говорил бы Сталин, расстрелять. И я считаю, что нужно сделать вот именно так же, потому что, Гурю, благодаря тому, что там они играют в игрушки, да, знаете, некоторые делают, а некоторые делают видимость, что они что-то делают. Вот они, благодаря тому, что они делают видимость, люди, во-первых, отказываются от нормального, комфортного отдыха, это в санатории, ну реально комфортный отдых в санатории, с питанием все, отказываются в пользу квартир и, соответственно, в свою очередь санатории не зарабатывают, отели не зарабатывают и, конечно же, это сказывается, в общем, на экономике Сочи и Краснодарского края и России в целом. Ну, как бы так. Кто-то из вас скажет, Макс, да ты сам в черную работаешь. Ну, ребят, ну, работаю я в черную, ну, не совсем в черную работаю. Сразу давайте, как бы, чтобы там не было таких комментариев, поставлю жирную точку. Очень много объектов я продаю по федеральным законам 214. Соответственно, например, те же самые Гранд Парк, да, когда перечисляют мне комиссию за проданную квартиру, сразу автоматически 15% отнимается на налог. Просто мы не платим два раза налог с одной и той же суммы, да. Например, не платим налог, например, вот 15%, а потом еще, например, еще дополнительно 40. Такого нет. Но 15% всегда четко отдается на налоги. А поверьте мне, 15% очень, это очень большая сумма. Просто, чтобы вы понимали, только сейчас Путин дошел до того, что подписал указ, что теперь люди, которые зарабатывают у нас больше 5 миллионов рублей в год, будут оплачивать по доходу налог не 13%, а 15%. И в свою очередь даже не со всей суммы, а только с разницей. К примеру, если у вас доход в год составляет 10 миллионов, вы до 5 миллионов рублей платите 13%, а следующие 5 миллионов вы платите 15%. Соответственно, как говорит Путин, то могут увеличить доход наших, ну, в общем, не доход, а пополнить эту казну нашу на 60 миллиардов. И эти правила у нас будут действовать с 1 января 2021 года. Хотя, знаете, я думаю, что опять неправильно это все делается. Если, например, нужно сделать так, если, например, доход не превышает, например, у человека, ну, как бы у рабочего, да, например, там, ну, не знаю, ну, к примеру, 300 тысяч в год, то надо тогда делать понижающий коэффициент по логике, понимаете, если нет зарплаты в 300 тысяч за год, что, соответственно, чуть больше, чем 25 тысяч рублей в месяц. Ну, да ладно, это уже мои тараканы в голове, там посмотрим. Больше половины россиян готовы снова соблюдать самоизоляцию и почти 40% не будут никогда делать прививку, потому что распустили слух, что прививка, вакцинация, это чипизация и там подобное, что за нами будет слизить и так далее. И все до одного бюджетники, которые сидели на жопе ровно и которые получали зарплату, они сказали, мы лучше готовы еще раз идти на самоизоляцию. В принципе, нас все устраивало. Ну, а те ребята, которые занимались бизнесом, которые работают именно на результат, на экономику страны, конечно, те ребята все сказали, да идите в жопу со своим коронавирусом, нам надо работать, а не ерундой страдать. И в принципе, я их тоже поддерживаю. Ну, вот как бы так, ребят. Теперь давайте к следующим новостям. Машину помнить, сегодня столько у меня прокатов образовалось и встреч, знаете, я так соскучился уже встречать людей с аэропорта, просто, знаете, прям соскучился. И сегодня прилетают, да, много чего сегодня будет интересного. В общем, постараюсь я это все сделать для вас. Ладно, следующее давайте, следующее, 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 следующее. Федерация, говорят так, инструктор, который в свою очередь, инструктора, которые в свою очередь, в общем, разбились, который у нас инструктор, да, на параплане. Ну, инструктор был очень опытный. И, в общем, это первый случай за 20 лет, поэтому, ребят, не бойтесь, если вдруг хочется экстрима, то сначала я рекомендую сначала запустить свою любимую жену, тещу, либо еще кого-нибудь, а потом уже, если все будет хорошо, и сам вам перец летать. Так я обычно всегда и делаю. Я шучу, а то сейчас начнется опять. В Сочи стартует голосование по поправкам в Конституцию. Ну, ничего страшного. Эксперты, последствия, принесенные у коронавируса, могут преследовать всю жизнь. В общем, например, знаете, как, например, то же самое сифилис, да. Сифилис же у нас не вылечивается, а он залечивается. Коронавирус то же самое, он у нас не вылечивается, он у нас залечивается. Ну, ничего страшного, думаю, переживем мы это. В Краснодарском крае введена административная ответственность за жесткое обращение животным. Поэтому, если, например, в Краснодарский край приедет ГУФ и начнет свою собаку травлю на других собак, да, как это было полгода назад, то, скорее всего, он понесет прям жесткую ответственность, а не просто прям поругается на него в интернете. Спрос на отдых в Сочи вырос за неделю в десять раз. Вот вам все. Ну, еще раз повторюсь. В десять раз спрос вырос, но благодаря Роспотребнадзору, благодаря их политике, у нас туристы приезжают, отдыхают туристам хорошо. Но, ну, как бы, вот пенсионерам, вот, и бюджетникам от этого не холодно, не жарко. Потому что деньги уходят налево. А точнее, куда? Они уходят без налогов, без ничего. Вот сейчас наконец-то стали, ну, как бы зарабатывать те люди, которые занимаются посуточной сдачей квартир или апартаментов. Они зарабатывают. Но в санаториях все сложнее, сложнее, сложнее. Дальше, дальше, дальше. Шесть новых случаев с заболеванием коронавирусом выбранных в Сочи. Определена дата выборов в городское собрание Сочи. Не знаю, вот. Вы знаете, вот отсюда. Я вчера вот путешествовал и увидел дом один интересный, который находится на Светлане. И самое интересное – это дом у нас одного из чиновников, да, это начальник градостроительства в Сочи. И знаете что? Я для интереса зашел, попробовал на сайтах на всех, ну, найти зарплату. У него начальника градостроительства в Сочи зарплата оказывается в 75 тысяч. Ну, как бы не 100 тысяч, там, не 30 тысяч, 75 тысяч. 75 тысяч. Ну, во всяком случае, такая зарплата. Поэтому самое интересное, что дом, который я посмотрел, да, который ему принадлежит, он стоит у нас, получается, в том районе Светланы, да, он стоит 450 тысяч, 450 миллионов рублей, извиняюсь. 450 миллионов рублей. 450. Но вопрос. Как зарплаты в 75 тысяч рублей можно приобрести дом стоимостью 450 миллионов рублей. Вот не пойму. И знаете, как бы я узнал, какая зарплата у мэра города, а она составляет 130 тысяч рублей. И, конечно, я работаю не только за деньги, но и за идею. И что-то я не захотел, как бы, ставить цель себе, стать мэром города, чтобы зарабатывать 130 тысяч рублей. Как мне говорят, это то макс, какие возможности, там даже зарплата мне нужна. Ну, ребят, ну, знаете, этим, это точно не мое. Безразинские возможности я никогда в жизни ни на коей работе не злоупотреблял, ничего не делал. Поэтому, поэтому, кто-то, если думал, что я буду мэром города в Сочи, я не буду. Потому что за 130 тысяч рублей я не смогу жить, как я уже живу. Это первое. А второе, ну, не знаю. А вот то, что, может, даже Путин в одном из интервью сказал, я спрашиваю, какая зарплата? Он говорит, ну, какая-то там, на карточку приходит. Я, говорит, их даже ни разу не снимал. Ну, конечно, а зачем снимать, да? Знаете, как это, полицейским дали пистолет, да? А что, у вас еще и зарплата дают? А я думаю, пистолет дали, там, шви как хочешь. Ну, и давайте все, это все, в принципе, новости. Потому что вчера был выходной. Очередная короткая неделя подходит к концу. Сегодня уже четверг. И я, знаете, что, с утра решил посмотреть Парад Победы. Что там и как получилось. И это печально. Я открыл на России, я открыл на еще там. И я смотрю дизлайков больше, чем лайков. Хотя Парад объективно красивый. Парад объективно хороший. Я не знаю, почему так много дизлайков. Я не знаю вот этими дизлайками, что бы вы хотели показать. Потому что я зашел в комментарии, там толком ничего не понял. Я лично поставил лайк. Потому что мне понравился как Парад. Знаете, как бы не стыдно было смотреть. Очень красиво было снято. Очень хорошо все. В хорошем качестве. Ну, вот как бы за качество видео съемки, там фото съемки и тому подобное поставил лайк. Другое дело, что, может быть, например, если меня спросили, как бы, ты за то, чтобы проводить, ну, чтобы был Парад. Я бы сказал, ну, нет. Как бы, я считаю, что нет смысла. Ну, как бы, я считаю, что ложь хороша к обеду. Парад должен быть либо 9 мая, либо никогда не быть. Ну, это мои такие тараканы в голове. А так, да, на Парад все круто, все хорошо. Но, понимаете, в принципе, и так все россияне знают, что военные живут у нас сейчас вот при нынешнем социальном строе. Как бы, не так живут неплохо. Это дураку понятно. И дураку понятно, что Парад военных прошел, и военные, и полицейские все это участвовали. И вот самому даже, даже тупому, вот бывает тупорылый, вот самому тупому будет понятно, что круто. И, по сути, многие, наверное, восприняли это, знаете, вышли военные, похвастались. Вот мы, нам подняли зарплату, нам дают квартиры, нам то, нам все. А и педагогам, знаете, все хотели там, я думаю, вот это, я же прямо жаловался момента, когда все дружно, например, раз, возьмут и всем там педагогам просто покажут средний палец. Ну, как бы, ну, по команде. Потому что, по сути, действительно, как бы, попробовали сделать реформу полиции, попробовали еще что-то там. Да, у нас сейчас, в принципе, Россия военная держава, да, на нас никто не нападает, мы там всем подряд помогаем. Но, по сути, по сути, по сути, по сути, да, вот эти военные бюджетники, вот у них там сейчас более-менее нормальная заработная плата, но большинство, да, вот, как бы, они в любом случае проигрывают и нервно курят сторонки. Например, те же самые педагоги, те же самые врачи. И, не знаю, может быть, это педагоги и врачи там поставили дизлайки, да, под этим военным что-то, может быть, еще что-то, может быть, из-за того, что там военные на демонстрациях себя ведут как-то непорядочно, там, могут ударить женщину, могут еще что-то сделать. Я не знаю, может быть, поставили дизлайк Путину, потому что против того, чтобы Путин правил еще 20 лет в Сочи, да, там, сколько, до 2036 года, чтобы он там правил. Может быть, тем, что пытаются на чужом горбу залезть в рай, да, что, например, нынешняя власть никакого отношения к победе не имеет. И вот сейчас там пытаются, вот, как бы, знаете, пытаются на этом модное слово хайпануть. Не знаю, вот, что у людей в голове. Ну, лично мое мнение, объективно, раз уж парад вот был, парад классный. Мне понравился. Офигенный парад. Жаль, что не смог присутствовать вживую. Но на телефоне было приятно посмотреть. По поводу того, что вот этот неоднозначно это, ну, не знаю. Как бы это уже 100 людей, 100 разных мнений. Понимаете? Вот я, например, когда смотрю видеоролик, я когда вижу, что видеоролик сделан хорошо, качественно и так далее. Я, ну, у меня не поворачивается рука поставить, например, дизлайк, потому что я знаю, как это тяжело делать. Ну, реально тяжело. Например, вот в субботу-воскресенье, ребят, вот если кто-то там приезжает или еще что-нибудь, заранее напишите, пожалуйста. И просьба писать в WhatsApp, потому что у меня телефон будет помощницей, сам я по себе буду не на связи. В субботу-воскресенье я буду не на связи. 100%. Ну, может быть, я сниму для вас хороший сюжет. Но в субботу-воскресенье я буду не на связи. 100%. Наверное, первый раз за все это время. Потому что пойду я в горы искать медведя. Медведь, короче, обидел одну девочку. Ну и, короче, пойду его искать. Надо с ним поговорить, разобраться. Так вот, его, скорее всего, придется искать два дня. Поэтому, если вдруг что-то есть, какие-то там вопросы, вы пишите. Я с большим удовольствием. Как бы у меня все, что может помочь ответить. Если где-то у меня будет появляться связь, я в том числе тоже буду отвечать. Вот как бы так. Но дозвониться вы до меня не сможете. Ну, это все новости на сегодня. Пишите, что вы думаете по поводу парада. Если поставили дизлайк параду, напишите за что. Ну, мне просто интересно. А так, в целом, мне парад понравился. Не знаю. Ну, понравился парад. Круто. Да и вчера я, знаете, что хорошо у меня у Делеса. Я вчера сидел, смотрел телевизор вечером. Да. И смотрел в окно. И у меня просто окна потрясающий был вид. Просто, просто вот этот, просто, просто потрясающий был вид. Просто круто было. Это салют и все остальное. Вот поэтому вот я и хочу жить, хочу квартиру в центре. Чтобы можно было так же там, не знаю, там, с балкона своего наблюдать там, не знаю, там, то, что творится в Сочи. То, что, ну, чем живет Сочи и так далее. Вот это действительно круто. Я говорю, вчера просто, просто круто. Ну, вчера тоже был не салют, я бы не сказал, что там вау такой в Москве, я думаю, был гораздо лучше. Но здесь было классно. Классно. Все, ребят, вам всем хорошего настроения, вам всем добра и пока.